Виктор Федорович, здравствуйте, скажите, во-первых, почему мы в Ростове сейчас находимся, не в Москве, не в Ростове, а в Крыму, какое вы видите дальнейшее решение событий в Крыму, в Крыму сейчас Симферополь, а здесь Аркадий Назаренко, РНК, что по-вашему там произойдет в ближайшее время, спасибо. Ростове написано, что хотя бы временное убежище, на это время. Что касаемо, я считаю все, что происходит сейчас в Крыму, абсолютно ясной реакцией на тот бандитский переворот, который был в Киеве. Та узурпация власти, которая, я бы сказал, была сделана кучкой радикалов в сравнении с 45-миллионным населением жителей Украины. И крымчане, естественно, не хотят подчиняться и не будут подчиняться националистам и бандеровцам. Абсолютно понятно желание простых людей, крымчан, к самоорганизации, к созданию отрядов самозащиты, которые сейчас создаются в Крыму. Они, конечно, хотят защитить свои дома и свои семьи. Это тоже единственное желание людей. Но я, я думаю, крымчане меня слышат, я тоже отвечаю крымчанам с просьбой не допустить кровопролития и междоусобицы. И как действующий президент Украины, хочу заявить, что Крым должен оставаться в составе украинского государства, сохраняя широкую экономию. Дело справа, пожалуйста. Следующий вопрос ваш. Пожалуйста. Скажите, будете ли вы просить военной поддержки Российской Федерации в связи с ситуацией в Крыму и когда вы собираетесь вернуться в Украину? Если можно, еще раз представьте, просто просну. Алина Шевчук или канал Украины? Пожалуйста. Я, последнюю часть вопроса, я понял за военную поддержку. Когда вы собираетесь вернуться в Украину, то есть, что вы не сможете вернуться в Украину? Первое, я считаю, что любые военные действия в такой ситуации не допускают любые. И я не собираюсь обращаться за военной поддержкой. Я считаю, что Украина должна оставаться единой и неделимой. Что касается моего возвращения, я вернусь в Украину, как только будут соблюдены условия моей безопасности и безопасности моей семьи. Спасибо. Молочин, пожалуйста, вы написали Украину, вот вам и слово. Представьте, пожалуйста. Сумбалюк Роман, Украинское агентство Униан. Виктор Федорович, объясните, пожалуйста, как вы все-таки добрались на территорию России? Вас эвакуировали российскими подводными лодками, кораблями или, может быть, на самолете? Скажите, вы встречались с президентом Путиным? Мы договорились, что по одному вопросу, коллеги, уважаемые коллеги, пожалуйста, по одному вопросу у нас здесь собралось. Украинских журналистов очень мало, я все-таки настаиваю, чтобы могли задать наши вопросы. Вы сказали, что будете бороться за будущее Украины. Вы знаете, что ваши соратники по партии регионов все называют предателем? С кем вы будете бороться? Что вы думаете по поводу аннекции политической военной, которая сейчас происходит в Крыму? Блокирование военных и всех различных объектов? Мне попросили задержать... Давайте по порядку, вы, пожалуйста, повторите первый вопрос, какой у вас? Даже первых два. Как вы все-таки попали на территорию Российской Федерации? Встречались ли вы с Путиным? Два. Какие условия? Все, спасибо, садитесь. И кто... Пожалуйста, садитесь. В Россию я попал благодаря патриотично настроенным офицерам, я бы сказал так, которые выполнили свой долг и помогли мне сохранить жизнь. Это первое. Второе. Я не встречался с Владимиром Владимировичем Путиным. Я с ним после того, как попал уже на территорию России, разговаривал по телефону. Мы договорились о том, как только будет возможность у президента России встретиться, эта встреча состоится. Когда эта возможность будет, я не знаю. Так, 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 без... Пожалуйста, пожалуйста. Немножко с микрофоном. Скажите, пожалуйста, вот... Представьтесь, пожалуйста. Насер Хасан, господин президент, и соглашение, которое вы... Сегодня никто про ней не слышит, даже ты... Микрофон, немножко дальше, я плохо слышу. Я говорю про соглашение, которое вы поставили, господи, сегодня... Вообще никто про нее не воспоминал. И считаете, что вас вообще обманули? Да. Подписать ее. И как мы... Отрасл... ... партии... ... ... ... ... ... ... ... ... Очень плохо понял вопрос. Вопрос был такой, вот, по соглашению, которое вы подписали... ... 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 них услышал это был конечно ужас поэтому я надеяться и буду молить бога что нынешняя власть так называемая власть опомнится и остановит то насилие которое сейчас творится в нашей стране пожалуйста давайте как-то менять будем право ли об этом сейчас вопрос слева пожалуйста шакова риа новости виктор федорович с чем связано на ваш взгляд пред дефолтное состояние украины с чем связано то что ее казна пусто как говорят люди пришедшие сейчас к власти ваши оппоненты утверждают что денег нет потому что вы и ваши коллеги вывели их в офшоры и второй вопрос в развитии украинским коллегам вы планируете принять участие в выборах в мае в украине спасибо пред дефолтное состояние я думаю что ни один эксперт в мире не будет отрицать того что это состояние появилось после того как в украине началась дестабилизация ситуации и фактически украина утратила такого важного партнера как россия и о том что мы платили регулярно заработные платы и пенсии о том что мы имели такие намерения и в этом году продолжать повышать все социальные выплаты об этом знает все население украины и мы давали гарантии что программы развития социально-экономического развития украины будут выполнены я не скрою того что мы готовились к выборам пятнадцатого года и конечно мы мы бы сделали все для того чтобы убедить украинский народ что лучше жить стабильной стране которая имеет перспективу огромную перспективу развития и количество наших сторонников было самое большое среди политических представителей различных партий в украине то есть все таки люди в это верили и мы бы это сделали сейчас я возлагаю полную ответственность на тех кто привел нашу страну к этому кризису и я бы сказал к хаосу и катастрофе это они в этом виновны и те кто сегодня пришел к власти и те кто сегодня ими командует на майдане и видимые и невидимые в том числе представители запада соединенных штатов америки которые покровительствовали майдану это они сегодня несут ответственность перед украинским народом что касается выборов 25 мая я считаю что они незаконные и я в них принимать участие не буду я считаю что все выборы должны у нас проходить в соответствии с законами и конституцией украины спасибо пожалуйста девушка да вот пожалуйста пожалуйста да 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 там только представьтесь пожалуйста заявили что весь украинский народ если можно чуть медленно просто чуть медленно говорите вас очень плохо слышно международное агентство видеоинформации рабство для новичка лена два вопроса назад вы сказали что украинский народ вас предал сейчас вы говорите о дальнейших планах на выборы на чем вы планируете строить вообще на какие силы опираться вашей компании вы просто прослушали вы вы прослушали можете ближе потом не собирается идти на выборы не он не собирается окей в любом случае вы планируете дальнейшую деятельность политическую вы сейчас о ней говорите вы первая часть вы первая часть вашего вопроса вы сказали что давайте вы пока будете обдумать этот сложный вопрос пожалуйста я его просто не понял я тоже не понял и она сама не понял пожалуйста чуть громче если можно или компания мир Ирина Кузьминская Виктор Федорович скажите пожалуйста вот вы говорите о том что будете бороться за будущее Украина вот скажите конкретно как ну организуйте и возглавите сопротивление и будете им руководить из-за границы ну то есть ну вот такой президент в изгнании или у вас есть на готове какие-то другие методы и способы спасибо я частично уже ответил на этот вопрос и еще раз хочу повторить что как только будет у меня реальная возможность созданы условия и будут соответствующие гарантии в том числе международных посредников гарантии моей безопасности я сразу вернусь в Украину второе я вижу пути урегулирования кризиса прежде всего это то соглашение которое было подписано и не выполнено в одностороннем порядке я думаю что здесь запад должен взять ответственность на себя мы должны вернуться к этим вопросам и по каждому пункту получить ответы с двух сторон не выполнение этого соглашения я считаю полностью лежит на ответственности запада который инициировал который направил своих представителей в лице министров иностранных дел который согласовал все эти вопросы которые были внесены в соглашение как раз с советом министров который в тот день собрался в Брюсселе это моя позиция и я на ней буду настаивать спасибо пожалуйста слышно? алло Виктор Федорович, газета «Крестьянин» Тимур Сазонов вчера швейцарские СМИ сообщили о том что швейцарское правительство арестовало счета в швейцарских банках Ваши Александра Януковича еще около двух десятков бывших членов правительства Украины кроме того в отношении Виктора Александра Януковича возбуждено уголовное дело об отмывании денег как Вы с таким шлейфом планируете дальше бороться за власть? это вопрос первый второй сейчас я быстро быстро Вы скажете а ответ будет другой садитесь пожалуйста садитесь я не думаю что здесь в этом зале найдется человек который бы испытывал удовольствие от того что происходит в Киеве скорее наоборот вы понимаете мое состояние мое состояние состояние моих единомышленников и просто людей которые сегодня страдают из-за этого террора в результате безвластия в результате хаоса который есть в стране поэтому я обращался и еще раз хочу обратиться ко всем участникам этого беспредела который сейчас творится в стране пока не поздно откажитесь от этого от этих методов откажитесь от этой власти давайте еще не поздно вернуться прекратите этот беспредел вместе со своими покровителями с запада это мое обращение пожалуйста так тихо тихо минуточку пожалуйста пожалуйста здравствуйте газета комсомольская правда Елена Кривякина Виктор Федорович как вы относитесь к освобождению Юлии Тимошенко беседовали ли с ней собственно что вообще обо всем этом думаете и вот вы принесли извинения перед украинским народом а не хотели бы вы извиниться перед бойцами Беркута которые просто грудью стояли в вашу защиту а теперь подвергаются вообще издевательствам их семьям реально угрожают спасибо я начну с последнего я встречался с бойцами Беркута встречался и я перед ними извинился это действительно люди которые стояли и выстояли безоружные 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 их обливали коктейлями Молотова и жгли в них стреляли из нарезного оружия и убивали я перед ними извинился сейчас еще раз хочу повторить что я извиняюсь перед этими мужественными людьми которые стояли которые стояли и невинно страдали что касается Юлии Тимошенко я не знаю какая будет ее судьба дальше пойдет она на выборы или нет я думаю что украинский народ ответит на этот вопрос быть ей в политике или не быть что же касается уголовного дела по которому она была обвинена ее суд украинский суд принял решение решение выполнялось условия содержания ее были можно сказать эксклюзивными не такими как для всех кто отбывал наказание она находилась достаточно хороших условиях ее освобождение сейчас это вопрос наверное лежит в плоскости правовой прежде всего юридической было принято такое решение опять каким образом она освободилась и она в свободе я ей не желал и не желаю зла я всегда об этом публично говорил у меня ничего нет личного к ней но то соглашение которое она подписала с Россией принесло Украине более 20 миллиардов долларов убытков всей стране которые легли на всех граждан Украины и она это очень хорошо знает а затем уже и запад и кстати президент россии владимир владимирович путин высказывали противоположную точку зрения с решением суда и может быть с решением там или вернее с моей позицией это их дело это их Виктор Федорович сейчас у вас нет ни административного аппарата ни силовых структур ни даже возможности физически вернуться на родину чем и как вы сейчас можете подтвердить фактами а не словами что вы реальный настоящий президент Украины спасибо я повторяю фактами повторяю что законы которые были приняты насильственным путем в парламенте я их не признаю и никогда не признаю я их не подписал а это значит что эти законы не были приняты вот это тот юридический факт который говорит о том что я действующий президент если действующий президент не подал в отставку согласно конституции если он живой а как видите я живой и если этому президенту не был объявлен импичмент в парламенте он является действующим президентом тот спектакль который был в парламенте с насилием над депутатами я не могу назвать импичментом и признать это и я никогда этого не признаю Дмитрий, пожалуйста какую роль может сыграть Россия этот вопрос волнует всех моих соотечественников я считаю большую часть украинцев с востока вашей страны какую роль может сыграть с Россией в урегулировании этого конфликта вы же приехали не только получить убежище вот вы как президент пока избранные действующие видите я считаю что Украина наш стратегический партнер была, есть и будет в силу самых различных обстоятельств экономических обстоятельств я об этом много и неоднократно говорил в силу исторических связей наших народов и так далее и те соглашения которые есть у Украины с Россией в рамках этих соглашений Россия имеет право действовать я считаю что Россия должна и обязана действовать и зная характер Владимира Владимировича Путина я удивляюсь почему он так до сих пор сдержанно молчит это вопрос пожалуйста да 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 вот сзади да 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 ну вы потом поделите между собой пожалуйста это вопрос вопрос такой во-первых представьтесь, пожалуйста меня зовут Стас Натанзон, телеканал России 24 скажите во-первых средства массовой информации пишут что у вас была в том числе встреча с представителями правого сектора когда вы вели мирные переговоры по поводу Майдана было ли такие встречи подтверждаете ли вы их и скажите сейчас а вы сожалеете что вы вообще вели мирные переговоры по поводу разрешение этой ситуации сложившейся в Киеве ну и вообще на Украине Понятно? Спасибо. Не стоит капли пролитой крови. И все, что произошло, это на совести тех, кто это сделал. Я никогда не отдавал никаких приказов милиции стрелять. Милиция, вы знаете, была безоружной. До самого последнего момента, когда уже была угроза их смерти, когда в них было стрелять, тогда милиция начала вооружаться. Поэтому, и она, кстати, согласно закону, имеет право на самооборону. Тем более, когда нападение на нее уже носит массированный характер. Поэтому, к сожалению, я вспоминаю 2004 год, когда у нас тоже была аналогичная ситуация, и приехали мои сторонники, порядка 40 тысяч людей были на железнодорожном вокзале. А на Майдане стояли участники оранжевой, так называемой, революции. И могло произойти столкновение кровопролития. Я поехал на железнодорожный вокзал и остановил людей. Остановил их от кровопролития. Я разговаривал с теми, кто их привез туда, со старшими. Я сказал, что мы никогда не простим. Ваши матери, ваши жены никогда не простят нам того, если будут смерти, если прольется кровь. Так, 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 так. Спокойно. Спокойно. Присели. Присядьте, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день. Телеканал Дождь, Антон Желнов. Я хотел спросить, если начнется расследование в ГААГе, готовы ли вы сдаться таким образом? Если начнется... Расследование в ГААГе, разбирательство в ГААГском трибунале. И поскольку мы здесь в России, вы сказали про Путина. Правильно ли я понимаю, что Владимир Путин и Россия признают сейчас легитимность вашу как действующего президента Украины? Спасибо. Что касается ГААГи, я выскажу свою точку зрения, что вначале должно пройти независимое расследование с участием власти и оппозиции. Это первое. И Совета Европы. После расследования независимого можно будет говорить о каких-то судах. Поэтому я бы предпочел на эти вопросы сейчас просто не отвечать. Меня очень часто провоцирует. Я вам скажу так. Я уверен в том, уверен, пройдет время и восторжествует правда. И правду будут знать все. По многим-многим вопросам. Потому что сейчас идет, к сожалению, ужасное, тетрализованное представление. С участием боевиков и авторов этого кровавого сценария. Вы, думаю, согласитесь со мной, что нет более заинтересованного человека и не было, чем я и моя команда. Чтобы не было кровопролития. Чтобы это все закончилось мирным путем. Но, наверное, этот сценарий, этот сценарий писался не в Украине. Так, стоп, стоп, стоп. Я вам скажу, что у меня таких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным было много. Мы были постоянно в диалоге. Но наш диалог касался прежде всего наших экономических интересов. Я имею в виду и Украины, и России. Тот договор о зоне свободной торговли, который был подготовлен и, к сожалению, парафирован, он не обсуждался не в парламенте Украины. Он не прошел процедуры обязательные. Общественных слушаний вместе с товаропроизводителями. И даже экспертные заключения, которые были подготовлены различными институтами, они не попали в руки ни премьер-министра, ни президента Украины. И когда мы реально увидели последствия подписания этого договора, и я этот вопрос поставил правительству, чтобы они его рассмотрели и прозрачно приняли решение, решение было принято одно – приостановить, найти пути гармонизации наших торгово-экономических отношений между Европейским Союзом и Россией. То есть Россия тоже готовила договор, аналогичный договор с Европейским Союзом. Но эта работа проходила много лет, и она была не завершена. И предложение сводилось к тому, чтобы мы могли найти общие подходы по огромной номенклатуре товарных групп между Европейским Союзом, Украиной и Россией. И мы внесли предложение провести такую трехстороннюю работу. Она действительно была крайне необходима, потому что наша экономика теряла очень много. У нас товарооборот с Россией превышал 60 миллиардов долларов. Мы за последних полтора года потеряли в товарообороте 15 миллиардов. И эти потери могли продолжаться, и трудно было посчитать, какие будут потери в ближайшей перспективе. Мы хорошо понимали, что в сельском хозяйстве, в котором Европа имеет порядка 30% доходы. Наш товаропроизводитель будет дискредитирован. Значит, он будет неконкурентоспособен. Неконкурентоспособны будут товары нашего сельхозтоваропроизводителя. А в этом секторе работает около 15 миллионов жителей Украины. Значит, он потеряет. Машиностроение практически все не отвечало техническим стандартам европейским. Простой пример. Железнодорожный транспорт. Железнодорожное машиностроение или транспортное машиностроение. У нас разная колея в Европе и в странах СНГ. В Европе узкая, в странах СНГ широкая. Энергетическое машиностроение. Ну и, конечно, военно-промышленный комплекс. Он практически тоже выпадал. И эти потери были самыми большими для Украины. И мы хорошо понимали то, о чем мы говорили с президентом Путиным. Что Россия сразу примет защитные меры. То есть поднимет тарифы для того, чтобы обезопасить свой внутренний рынок. И вот эти переговоры, они привели к тому, что я обратился к правительству Украины с предложением остановить на данном этапе, рассмотреть вопрос, приостановить подписание соглашения, провести переговоры. И тогда, когда для нас будут найдены приемлемые решения. Или Европа пойдет навстречу нашим предложениям, или Европа предложит экономические компенсаторы. К сожалению, мы эти переговоры не провели, не успели. Конкретных предложений от Европы не последовало, потому что эта работа вообще-то не была даже начата. Вот коротко по этому вопросу. Коллеги, я просто хочу сразу сказать, что мы работаем уже час. И скоро будем завершать. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть вопросы, не касающиеся тем, которые мы обсуждали, то, милости прошу, чтобы не повторяться ни вам, ни президенту. Пожалуйста, вот молодой человек, да-да, да-да, вот, пожалуйста. Который вот в ромбиках свитер. Рейтер, Виктор Федорович. Кроме того, что вы в ромбиках свитер, еще представьте. Получили ли вы от президента Путина подтверждение того, что Россия продолжает вас считать действующим президентом, каким вы себя сегодня назвали? И вы сказали, что вас удивляет бездействие России. Каких конкретных действий со стороны России вы ждете? Спасибо. Спасибо. Я еще раз повторяю. Я законно избранный президент Украины, который избран на свободных демократических выборах. И таким остаюсь. У меня не было встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как только у меня состоится эта встреча, я пойму его отношения. И, наверное, у нас будет дискуссия по поводу той ситуации, которая сложилась. И тогда будут ответы на эти вопросы. Что касается действий России. Ну, с моей стороны, было бы некорректным сейчас, некорректным, говорить, что должна делать сегодня Россия. Но еще раз повторяю. Россия не может быть безучастной, стоять в стороне. К судьбе такого крупного партнера, как Украина, соседа и так далее. И Россия должна использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы предотвратить тот хаос, террор, который сегодня есть в Украине. Какие здесь рецепты могут быть, мне трудно сказать. Но я еще раз хочу сказать и добавить, что я категорически против за вторжение в Украину, за нарушение ее целостности, суверенного государства. Коллеги, у меня есть такое предложение. Вы знаете, мы действительно должны завершать. Может быть, Виктор Тилович хочет сказать какие-то слова в завершении. Я охотно верю, чтобы это было настроение. Что вы? Вы можете представить про российские войска, которые, по данным, имеющиеся уже... А вы представьте, представьтесь... Еще раз представьтесь, пожалуйста. Вы уже задавали вопрос уже один. Еще раз задавайте. Могли бы вы прокомментировать информацию о том, что российские военные, якобы без знаков отличия, уже находятся на территории Восточной Украины? И каково ваше отношение к этому? Вы знаете, я очень много слышал различной информации. Ну, в то время, когда я был на Украине, спецназом российским пугали всех, в том числе и меня. Что сегодня что-то со мной тоже может произойти, условно говоря. Я... У меня такой информации официальной и тогда не было, и сейчас нет. Это все было на уровне различных каких-то слухов, которые кто-то распускал. И сейчас у меня нет такой информации. Кто-то переодетый где-то... Я думаю, я думаю, что... Хочу сказать за восток Украины. Я прожил там 52 года. Я очень хорошо понимаю менталитет этого народа. Пока люди работают на заводах, в шахтах, в трехсменный режим работы, технологический цикл. Пока они заняты и пока получают заработную плату, скорее всего, они никуда не пойдут. Но как только остановятся эти заводы, как только останутся люди без средств проживания, тогда поднимется восточная Украина, поднимется промышленный Донбасс. И тогда я не завидую никому, кто попадет под эту руку рабочую. Виктор Ильич, вот эта девушка обещала поднять вам настроение. Я не знаю, насколько она будет обещание. Пожалуйста. Громче, пожалуйста. Вы уж давайте сразу поднимать настроение. Страусы, кабанчики. И еще кто? Их пони в Межигорье. Это самый большой вопрос. Самый крупный. Но я вам скажу, чтобы вы знали, может быть, кто-то об этом не знал, не слышал. Значит, я на ходу. Поэтому все красивые картинки, вся эта иллюстрация, которая была сделана по моей дискредитации, это такой, знаете, политический трюк. И все, что касается, также все, что касается каких-то там средств, денег, собственности за рубежом, у меня никогда никакой собственности не было. Я ей не владел. У меня никогда не было никаких счетов за рубежом. Я публичный человек. У меня все, что было, все было задекларировано. И все было на моих счетах. Поэтому это все пустой звон. Коллеги, коллеги, давайте сейчас руки опустим. Спасибо. Опустили все руки. Давайте успокоимся. Мы прослушали политические вопросы. Мы разобрались с собственностью. Мы даже про пони все выяснили. Поэтому, пожалуйста, дадим Виктору Федоровичу слово для заключения нашей предконференции. Виктор Федорович, пожалуйста. Я в заключении хотел бы обратиться к тем, кто, так сказать, называет сейчас себя законной властью в Украине. Я хотел еще раз, в очередной раз сказать. Опомнитесь. Опомнитесь и прекратите эти бесчинства. Будете за это нести ответственность. Уже сейчас конец ясен. Никогда народ Украины не согласится с вами вместе жить в такой стране. Поэтому я хочу сказать. Уйдите и не допускайте еще большего беззакония. И горя украинскому народу. И одновременно хочу обратиться ко всему народу Украины. Первое. Первое. Хочу попросить прощения. У всех. Кто пострадал и страдает. Второе. Я все, что смогу сделать, я буду делать до конца своей жизни. чтобы быть с народом Украины. Не с подонками с этими. С националистами и бендеровцами. А с народом Украины. Для меня всегда были дороги и будут дороги с жизни тех людей, которые ушли. Если бы я сейчас был в Украине, я поклонился бы каждому. И встретился бы с каждой семьей. Независимо, кто где стоял. По какую, как говорят, сторону баррикад. И уверен в том, что для нынешней власти сейчас не существует украинский народ. Они его не считают. Они считают, что это щепки. Но правда обязательно придет. И она восторжествует. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо, Владимир Владимирович.